В прямом эфире седьмого канала новости в студии Алексей Майоров. Здравствуйте. В Одесской области в рамках четвертой волны мобилизации в армию отправится около 4,5 тысяч мужчин. Цифра немалая. При этом за прошлые три волны мобилизовали 6 тысяч военнообязанных жителей Одесской области. Не все, кто попадет в четвертую волну мобилизации, отправят в АТО. По словам юриста Южного оперативного командования Юрия Доброва, если одни уедут на Донбасс, то другие, например, на границу с Крымом и Приднестровьем. Может быть, они будут на усилении где-то в Херсонской области, на Крымском перешейке, чтобы не допустить, так скажем, там эскалации какого-то конфликта. В первую очередь будут добровольцы. То есть первый и главный принцип, который поставлен, это, естественно, конечно, на добровольной основе. Но, конечно, те специалисты, которые нужны именно для вооруженных сил, и даже если у них как бы не будет сильного желания идти добровольно, то, конечно, они будут призываться, то есть им будут вручаться повестки и будут, так скажем, они предупреждаться о ответственности в случае уклонения. В любом случае за уклонение от мобилизации предусмотрено наказание, и в последнее время оно ужесточилось. Есть и криминальная ответственность, лишение свободы до пяти лет. В Одесской области уже есть несколько судебных решений, согласно которым граждане получили сроки, кто условный, а кто реальный. Несмотря на заявление некоторых одесских СМИ, гуманитарный груз из Канады был своевременно принят компанией, которая взяла на себя обязательство провести его таможенное оформление. По заказу Минобороны Украины акционерное общество «Пласки» еще 11 января начала обработку 42 контейнеров с военным обмундированием. Свои услуги организация предоставила на бесплатной основе. Ссылают на закон Украины о гуманитарном грузе и на статью 8, где прописано, что данная услуга оказывается на бесплатной основе. Первоеочередно компания «Пласки» приняла данные заказы к обработке, и с 11 числа наша организация приступила к выполнению данного заказа. Согласно условиям договора, подачу автотранспорта и доставку груза вместо назначения осуществлял назначенный Министерством обороны Украины перевозчик. Исходя из хронологии событий, таможенное оформление и оказание услуг по транспортно-экспедиторскому обслуживанию гуманитарного груза было осуществлено в течение полутора суток. Причиной задержки отправки груза из порта в воинскую часть стали недостающие документы фирмы-перевозчика. Проблема была устранена в течение двух часов. Руководство Пласки обращает внимание, что за процесс транспортировки несет ответственность мультимодальный логистический оператор. По предварительным данным, вся одежда и обувь из Канады, предназначенная для бойцов в зоне АТО, будет доставлена в воинскую часть до 15 января. Медицинское оборудование, одежду и обувь от украинской диаспоры из США получили одесские волонтеры. Помощь собрали еще в начале ноября и отправили в Украину. Основную часть груза составляют аппараты для искусственной вентиляции легких, медицинские кровати и костыли. Волонтеры в самые короткие сроки перераспределили помощь и отправили ее в госпитали по всей Украине. Это будет Львов, Сколе, Харьков, Днепропетровск. То есть и там тоже по несколько. И тоже около 10 вентиляционных аппаратов поводят и в 411-й госпиталь, и на госпиталь на 5-й фонтан о пограничниках. Ну а одежду, обувь и игрушки отправят в Киев, где все передадут переселенцам. К другим темам испытания холодом. Более пяти тысяч одесских бездомных встречают зиму на улице. Сегодня людей без определенного места жительства принимает только приют на Циолковского-1. Он вмещает всего 150 человек и только мужчин. Остальные бродяги справляются с морозами под открытым небом. Как знает Юлия Федорова. Как-то довезли дожить хотя бы, чтобы не так холодно было. Виктору 40. Он живет на улице, просит деньги у прохожих, мерзнет и пьет. Мужчина зимует на улице впервые в жизни. По его словам, приехал с Донбасса, спасаясь от боевых действий. А его дом, расположенный рядом с Донецким аэропортом, взорвали. Правда это или нет, никто не знает. Где был мой дом, там, короче, руины. Бабушке Вале к уличной жизни не привыкать. Она бродяжничает уже 15 лет. Говорит, квартиру отобрала родная дочь и выгнала на улицу. Сегодня Валентина Георгиевна пришла в пункт обогрева на Старосиной площади. Сидит у огня, пьет чай и греется. Впереди очередная тяжелая ночь. Где, пока не знает. Я на вокзале общаюсь, то на центральном, то на этом вокзале. Есть копейка за плочью, иду, там, где телевизор, отдыхаю. Таким, как баба Валя, в Одессе деваться некуда. Приюта для бездомных женщин в Одессе нет. В городе всего один центр реабилитации бездомных. На Циолковского один. Но сюда принимают только мужчин. В приюте свои законы. Не пить спиртное и не затевать разбор. Выдерживает не каждый. По словам директора центра Владимира Тесленко, за годы скитаний бомжи отвыкают от нормальной жизни. Отказаться от выпивки, да еще и зимой, для них равносильно смерти. И сегодня открылось только точек нелегального продажи алкоголя. И очень дешевого. И это их тем более сбивает с пути. Вы понимаете? Если 100 грамм они приговорят, мне стоит 2 рубля. Ну, как это может быть? Что это за напитки? Михаил Георгиевич Образцовый постоялец. Он не пьет, не курит, не буянит и даже читает книги. Рассказывает, что из квартиры выгнала жена, проведя аферу с недвижимостью. Прошло 15 лет, но этот день он вспоминает до сих пор. Я потом приезжу домой и говорю, Таня, как тебе не сына? Надо же как-то там делать это все. Нет, все. Ты выписал все. Я тебя не беру домой. Это 35 лет мы прожили, понимаете? И два сына получилась. Новый подопечный центра Александр. Он впервые за 10 лет проведет зиму в тепле. Когда-то закончил мореходку и служил во флоте. У него была семья и квартира. Сегодня нет ничего. Я жил на Лазарево. Дом обвалился. Родителей не стало. Поумирали. Сейчас вот нахожусь тут, в больнице. А дети в Америке, в Сан-Франциско. Каждый бездомный готов рассказать свою историю. Саше всего 35. Говорит, приехал из Крыма. Собирается искать работу и устраивать свою жизнь здесь. Я в России жить как бы не хочу. Меня устраивает Украина. А что там будет дальше, я не знаю. Говори о департаменте. 56 размер. Восстановить документы и вернуться к нормальной жизни мечтают далеко не все. Владимир Тесленко за годы работы с бродягами пришел к выводу. Многие из них быстро привыкают к вольной жизни. Ведь здесь нет обязательств. Он попадает к нам в тепличные условия, как говорится. Ему не надо ничего искать. Он себе утром позавтракал. Вечером опять покормили. Пошел в баню. Посмотрел телевизор. И человек смотрит, что здесь ему все подходит. С наступлением морозов в центр Нациалковского приходит все больше бездомных. Им может помочь кто угодно. При центре всегда открыт пункт приема теплых вещей. Берут все одеяло, постельное белье, куртки, обувь и шапки. Здесь пригодится все. Юлия Федорова, Валентин Мирза, Седьмой канал. Они начнут голодать, если не будут услышаны. Инвалиды-переселенцы, которые временно живут в санатории Испиранца в Сергеевке, готовы объявить бессрочную голодовку. Своё предупреждение люди изложили на бумаге и отправили президенту, а также премьер-министру Украины. По их словам, общение с местной властью безрезультатно. Содержание письма огласили прессе. В случае отсутствия реакции со стороны центральных властей и вас лично, в течение пяти дней после официального уведомления о получении данного письма, мы, люди с инвалидностью и члены их семей, проживающие в санатории Испиранца, обставляем свое право на объявление бессрочной голодовки. Вынужденные переселенцы из Донбасса живут в санатории Испиранца с августа прошлого года. Некоторые из них вернулись домой на восток. Здесь остались те, кому возвращаться некуда. А это 195 человек возрастом от двух месяцев до 80 лет. Большая часть оставшихся переселенцев имеет ограниченные возможности. Людям необходимы лекарства, специальный уход и еда. С нового года доставка продуктов, которую осуществляли в долг поставщики, прекратилась. Все время пребывания переселенцев. Их содержали волонтеры и благотворительные организации. Мы обросли долгами в сумме более 7 миллионов гривен. И когда вы спрашиваете мою личную позицию, что мы будем делать дальше и каким образом мы дальше собираемся быть, я вам хочу сказать, что мне персонально стыдно за то, что мы допустили такую ситуацию. У нас просто физически закончились ресурсы. Перестали давать в долг, перестали давать... Люди говорят, мы не можем ходить на работу, Валерий Иванович, потому что вы нам не платите деньги. Вот это мои дианы. За их порядка 48, в которых идет хронический гастрит, хронический гастроденит, нарушение щитовидки, панкреатит, тыры-тыры-тыры-тыры-тыры-тыры. Для меня это смерти подобно. Но та ситуация, в которую меня загоняют, это та же самая смерть. Переселенцы начали отчет. Через 5 дней, если не поступит реакция и помощи, им не будет оказано. Все 195 человек эсперанцы откажутся от еды. Одесская кулинарная сотня накормит солдат домашней едой. Волонтеры утверждают у бойцов однообразный рацион, и они нуждаются в полезной пище. Подробнее расскажет Ирина Стрябко. Одесса-мама всегда накормит и согреет. Таков девиз кулинарной сотни, которая будет готовить домашнюю пищу для солдат из зоны АТО. Главная задача волонтеров – приготовить вкусную, а главное – полезную еду для бойцов. Это курага, изюм, чернослив, орехи разнообразные. Они поддерживают их витаминный баланс. Мы делаем еще такие же штучки с медом. Вот это тоже витаминные бомбы. По словам волонтеров, солдаты больше всего любят борщ. Задача общественников – заранее приготовить ингредиенты традиционного украинского блюда и отправить заготовки на поле боя. Вы сейчас видите маленькие такие экземпляры борщика для патриотов. Это такие заправочки для борща. Они будут гораздо больше. У нас будут специальные коробки. В этих коробках будут такие заправки. Эта коробка будет рассчитана на 20 солдат. Там будут такие заправки. Также капуста. Ее надо будет порезать только. Мытая, но не очищенная картошка. Для того, чтобы там не было руки в земле. Также там будет сметана в пакете. Мы будем заказать для ребят. Также там будет чеснок. Там будет огромный такой пакет сухариков к этому борщу. И там будет зелень с укропом. Из одной банки солдаты самостоятельно смогут приготовить до 10 литров горячего борща. Достаточно в кипящую воду добавить ингредиенты. И спустя 15 минут хороший обед готов. Приготовить такой борщ можно везде. Еще одно лакомство, которое порадует защитников – украинская нутелла. Волонтеры уверены, что именно такое питание укрепит здоровье бойцов. Сало с чесноком перемолотое. Оттуда добавляется перец, зелень. И мы посылаем на фронт в таком виде. Его можно мазать на хлеб. И это такая паста, а-ля украинская нутелла. И на каждой коробочке своя индивидуальная надпись. Девочки это сами делают. Кто-то пишет, что все будет чесноково. Кто-то пишет, что повертает, что дорогие солдаты. Кто-то пишет, что саловит сотню, да е сотню сил. То есть это будет еда с приветом. Если судить по тому, как питаются наши бойцы, насколько у них однообразное скудное питание, у многих, которые там уже полгода и больше, проблемы со здоровьем начинаются из-за этого, то она архи нужна и важна, потому как это возможность разнообразить, это возможность получать необходимые витамины и микроэлементы в тех условиях, в которых находятся ребята. Сытый солдат – это солдат, который может бороться за победу. Поучаствовать в создании кулинарного ноу-хау для украинской армии может каждый одессит. Неравнодушные люди могут приносить как продукты, так и кухонные приборы. Также кулинарная сотня нуждается в людях, которые смогут помочь приготовить еду. Хочу обратиться ко всем одесситам. Чем можете, люди, помогите, потому что это же ваши солдаты, и не обязательно ждать, когда они обратятся. Надо, чтобы от нас что-то к ним тоже шло. На данный момент у волонтеров нет помещения, но когда появится место, масштабы помощи увеличатся в разы. Уже сейчас на фронт шлют тертые пироги, которые не портятся, сало и борщевые заправки. Ирина Стрябко, Дмитрий Бондаренко, Седьмой канал. Сто килограммов на стене. Одесский художник Кирилл Бондаренко собрал в своей мастерской уникальное панно из ретро-фотоаппаратов и объективов. Композицию мастер собирал более трех лет и назвал ее «Черное сердце в наших сердцах». По его словам, этот образ символизирует то, что происходит с человечеством сегодня. Юлия Федорова увидела законченную работу одной из первых. Кирилл Бондаренко создал в своей маленькой мастерской картину в человеческий рост. Панно занимает почти всю стену. Здесь ровно сто ретро-фотоаппаратов и почти столько же объективов. Сердце окружено портретами из газет и журналов, слегка заретушированных белой краской. Треть коллекции мастеру досталась от отца. Остальные долго и скрупулезно выхаживал на староконном рынке. Мне пришлось проходить все эти три года сотни километров и зимой, и летом, и весной, и осенью, выискивая их у бабушек, у дедушек. Собрав сто фотоаппаратов, мастер начал выкладывать композицию по деталям. Каждый фотоаппарат составляет мозаику. Все сделано аккуратно и продумано до мелочей. В этой картине собраны все легендарные советские фотоаппараты. Многие из них уже раритет. В основном участвуют фотоаппараты «Феды», «Зорки», «Смены», «Вилли» и «Зениты». Своё панно мастер назвал «Чёрное сердце в наших сердцах». Для него эта картина – символ современного человечества и наше отражение. Сердце как символ навязанности нам через, можно сказать, через объективы всей нашей жизни. От любви до желудка, к сожалению. То есть человек, даже сейчас не замечая, когда идёт в магазин, покупает те продукты, которые ему появляются на экране интернета, либо телевидения, либо в газетах. Объективы, по словам Кирилла Бондаренко, тоже имеют в этой работе большой философский смысл. Это то же самое, что человеческий глаз. Образ, который можно осмысливать часами. В какие руки и капиталы, естественно, он попадает, так и визуализируется наш мир. Сам объектив, в принципе, это уже является символ нашего бытия современного. Панно весит больше ста килограммов. Кирилл Бондаренко хочет подарить его одесситам 14 февраля, в День всех влюблённых. И активно ищет галерею, которая захочет выставить картину у себя. Юлия Фёдорова, Валентин Мирза, Седьмой канал. Ну и на этом пока всё. Прямо сейчас эфир Седьмого канала продолжит вечер на Седьмом. В гостях у Вячеслава Касима, ректора Одесского национального университета имени Мечникова Игорь Коваль. В программе будут обсуждаться вопросы реформирования образования, создания нацагентства по обеспечению качества высшего образования, ну и многое другое. Слава тебе, слово. Субтитры создавал DimaTorzok